В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как получить финансирование на свои проекты в Центре поддержки предпринимательства прошел образовательный семинар. Труппу Саровского драматического театра пополнили трое молодых актеров. Своими творческими планами они поделились с нашей съемочной группой. Маршрут по северной столице студентка с РФТИН Яоми Фипа участвовала в полумарафоне в Санкт-Петербурге. Подробности далее. В Нижегородской области ввели режим ЧАЭС. Зона – Воротынский округ. Во всех муниципалитетах региона из-за жары введено ограничение на посещение лесов с 18 августа, в том числе и в Сарове. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также ввели запрет на въезд в леса транспорта за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Для контроля за соблюдением режима запрета на посещение лесов усилили межведомственное взаимодействие. Министерство лесного хозяйства напомнили, что за нарушение запрета применяют меры административного воздействия. Напомним, в Воротынском районе уже несколько дней горит лес. Пока этот пожар – единственный из лесных пожаров, действующих в регионе. При его общей площади около 3300 гектаров активное горение проходит на 800 гектарах. Остальная территория уже пройдена огнем, сообщил губернатор Глеб Никитин. Роспотребнадзор каждый день мониторит качество воздуха. На данный момент превышения допустимой нормы загрязнения нет. В Центре поддержки предпринимательства прошел образовательный семинар от представителей региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства. Спикеры из Нижнего Новгорода рассказали бизнесменам нашего города о механизмах финансирования предпринимательских проектов, получении грантов для промышленности и инноваций. Подробности далее. Нижегородский технопарк «Анкудиновка» занимается поддержкой и развитием инновационных и высокотехнологичных проектов, а также выступает региональным представителем таких федеральных институтов развития, как фонд «Сколково» и фонд «Содействие инновациям». Заместитель директора технопарка «Анкудиновка» Андрей Панькин рассказал саровским предпринимателям о финансовой, грантовой поддержке сектора IT и наукоемких разработок, а также о возможностях стать резидентом региональных и федеральных фондов. «Сколково» в первую очередь представляют налоговые льготы резидентам «Сколково». Но сейчас, чтобы стать резидентом, не нужно переезжать непосредственно в Москву. Достаточно через нас стать резидентами квалифицированными, оставаться, работать и развиваться на своей территории и получать все льготы, в первую очередь налоговые льготы, как на федеральном уровне. В Центр поддержки предпринимательства поступало много вопросов по рефинансированию действующих кредитов, привлечению дополнительных инвестиций на реализацию проектов по льготным продуктам для самозанятых и предпринимателей. Об этом рассказал еще один нижегородский гость Руслан Семиген, начальник консультационного центра Агентства по развитию системы гарантий и микрокредитной компании и Фонда развития промышленности Нижегородской области. Для предпринимателей-промышленников на семинаре прозвучала важная информация по новым грантам, которые действуют в 2022 году. Мы знаем, что в связи с скачком ставок рефинансирования, которые были у нас в первом квартале этого года, некоторые ставки по кредитам возросли. И мы расскажем, как эти кредиты рефинансировать, как привлечь дополнительные ресурсы на реализацию проектов. Для нас это очень ценно, что мы в рамках сегодняшнего семинара смогли привлечь специалистов действительно регионального уровня, непосредственно тех, кто занимается разработкой, курированием, программ поддержки. На образовательном семинаре механизмы финансирования предпринимательских проектов, дистанционное бизнес-инкубирование, гранты для промышленности и инноваций, который прошел в Центре поддержки предпринимательства, региональные спикеры ответили на все интересующие вопросы саровских предпринимателей. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. В парке на Сусино продолжается благоустройство. Подрядчик устанавливает часть мафов и подготавливает площадки для других. Разравнивает участки для газона. Часть скамеек и урн рабочие уже установили. Также посадили клены. Сдать парк должны в конце октября. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Многодетные семьи могут подать заявку на субсидию от государства для погашения ипотеки до 450 тысяч рублей через госуслуги. При этом процедура подачи заявлений стала проще и удобнее. Как сообщили в Минцифры, выплаты доступны семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официального брака в данном случае не имеют значения. Кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2024 года. Молодежная биржа труда продолжает прием заявлений. Идет набор подростков 15-17 лет на работу на предприятиях города на конец августа. Осталось всего 9 мест. Подробную информацию можно получить по телефону 99-313 или обратившись в кабинет 222 молодежного центра. Педагог детской школы искусств номер 2 Ирина Оськина прошла на следующий этап телевизионного шоу «Голос 60 плюс». Слепые прослушивания позади. Дальше следующий этап поединок. «Я в группе Игоря Коренулика» написала Ирину Зидулаевну на своей странице ВКонтакте. Также она поблагодарила саровчан за поддержку. Программа с участием саровчанки выйдет в начале сентября на Первом канале. 27 августа кинотеатр под открытым небом в парке вновь приснится у всероссийской акции «Ночь кино». Показы пройдут на экране летнего кинотеатра на танцевальной площадке с 20 часов. Гости парка смогут увидеть приключенческую комедию «Последний богатырь. Посланник тьмы», драму «Чемпион мира» и комедийную мелодраму «Пара из будущего». Все картины запущены в прокат в 2021 году для лиц старше 12 лет. В начале августа в наш город приехали трое новых актеров. Зритель увидит их в постановках Саровского драматического театра уже в этом сезоне. Почему они выбрали саров и как их приняли в тропе, молодые люди рассказали нашей съемочной группе. Анастасия и Кирилл – одногруппники. В этом году закончили Саратовский театральный институт. После окончания вуза они направили резюме в несколько театров. И наш был среди тех, которые откликнулись. После трех дней размышлений молодые люди согласились на работу, собрали чемоданы и поехали в неизвестность. Приехав сюда, наши ожидания оправдались даже больше, чем мы ожидали. Потому что нам очень нравится театр, нам очень нравится город, по крайней мере за две недели, пока мы здесь находимся. Нас были рады видеть, открыты к нам. Нам сразу сказали – это ваша мама, это ваш папа. Нам всем раздали родители. Очень добродушно, очень приятно было. Молодежь не восприняли нас в таки, ни в коем случае не увидели конкуренцию, наоборот, приняли нас. И Анастасия и Кирилл заняты в новом спектакле режиссера Евгения Цапаева «Горящий светильник». В его основе – рассказы о Генри. Что именно это будет, молодые люди не говорят, хотят сохранить интригу. Известно только, что это некий спектакль-эксперимент. Впрочем, к экспериментам молодые люди готовы. Готов пробовать новое. В принципе, даже не важно, какая роль. Я готов пробовать все абсолютно. Ну, классика – это понятно, это очень интересно. И на этом учишься хорошо. Ну, и экспериментальное – это тоже интересно. Что это необычно. В таком тоже хочется поучаствовать. Новый спектакль зрители увидят в ноябре. И тогда же впервые смогут посмотреть игру Кирилла и Анастасии. А вот с Марией Раздобариной, еще одной новой актрисой, соровчане познакомятся уже в спектакле «Фантазии Фериатьева». Там Мария будет играть Любу, младшую сестру, главной героини. Роль девушки уже знакома. Во время учебы в Воронежском государственном институте искусств она играла ее на последнем курсе. Естественно, да, очень сильно отличается, потому что в прошлой интерпретации я была девочкой хорошей. Я… Из меня не делали такую, знаете, вот подросток. Считается, что подросток – это какой-то вредный, неуправляемый ребенок. Ну, по факту оно так и есть, конечно. А из меня делали более взрослую девушку уже, наверное, лет 19, вот так как-то. А здесь что-то новое, что-то мне очень нравится здесь, как делают Любу. Мечта Марии – сыграть Сонечку Мармеладову из «Преступление и наказание». Но и всем другим ролям девушка будет рада. Ее желание – работать и работать. Пока она занята, помимо фантазии фериатива, в «Горящем светильнике». Также ее вводят в постановку «Охота жить». Так как до этого мы репетировали все время в институте, я имею в виду, одну и ту же постановку в течение двух лет, каких-то даже трех. А здесь все так как-то быстро, какие-то новые люди, новые режиссеры. И для меня это, конечно, очень интересное открытие. Новый 74-й театральный сезон начнется 16 сентября. И сразу с трех премьер. Помимо фантазии фериатива, соровчанам покажут дракона по пьесе Евгения Шварца. А для малышей театр «Кукол Кузнечик» готовит сказку про принцессу Крапинку. Вообще следующий сезон будет очень насыщенный, потому что уже в этом году, до декабря месяца, фактически до начала 23-го года, мы будем просто в бесконечном цейтноте. У нас будут и премьеры, и театральная лаборатория совместно с Театром нации при поддержке территории культуры Росатома. В октябре мы поедем в Екатеринбург на театральный фестиваль арт-миграции с нашим свободным Тибетом. А еще будут гастроли и совместный проект с виртуозами Москвы. Нам приедет оркестр Владимира Спивакова, и сам маэстро будет дирижировать на одном из концертов. Лето на сентябрь уже в продаже на сайте. Работает и Пушкинская карта. Молодежь от 14 до 22 лет сможет приобрести по ней билеты на многие спектакли. В ближайшее время мы откроем и театральную кассу. Там тоже будут обновления. Мы хотим с этого года перевести полностью на электронную продажу билетов. Поэтому всех ждет много интересного. Будет масса новых премьер. Ну и, как всегда, надеюсь, что ковид нас не остановит. Все будут живы, здоровы и придут к нам. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина», где рассказываем о животных приюта Мурдом. В этом выпуске речь о рыжих котах, которые очень ждут, когда их заберут домой в любящую семью. Сразу несколько шикарных рыжих котов ждут своих хозяев в приюте Мурдом. По поверьям, животные рыжего окраса приносят в дом счастье. Выделяется среди всей разношерстной компании пушистый лютик. Его привезли зимой с огородов вместе с сестрой Люсиль. Коты были в очень плохом состоянии. Животных пролечили, стерилизовали и вакцинировали. Люсиль сразу нашла семью. А вот лютик у нас до сих пор сидит. Хотя это очень странно, потому что кот просто роскошный. Он пушистый, красивый такой. У него очень красноречивый взгляд. И он очень ласковый, мурчащий. Это кот замечательный. Лютик хоть и молодой, и ему год, но очень спокойный. Носиться по квартире и все сшибать на своем пути он не будет. Кот ведет размеренный, неторопливый образ жизни. Он этакий домосед. Также в приюте живет рыжая-черная-белая Эля. Прихожане монастыря попросили ее взять, потому что она была беременна. К сожалению, котят спасти не удалось. Мы ее стерилизовали. У нее немножко с глазками проблемы, но это поправимо. Подойдет спокойным людям. В возрасте. Она не игривая, как все. Она спокойная, она ласковая. На руки она пока дает с трудом, но мурчит, как трактор. Все животные очень ждут, когда их заперут в любящие семьи. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам приюта «Мурдом» по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. В Санкт-Петербурге прошел массовый полумарафон «Северная столица». На нем выступала студентка сарфатыни Яумифи Елизавета Ляпина. Она выбрала для себя самый сложный маршрут – 21 километр. А незадолго до поездки в Санкт-Петербург девушка приняла участие в забеге в Суздале. Трейл-ранинг или просто трейл – спортивная дисциплина, которая подразумевает бег по природному рельефу, по холмам, горам или лесам. У студентки сарфаты Елизаветы Ляпиной уже был опыт таких забегов, но на дистанцию 34 километра спортсменка бежала в первый раз. И для девушки это стало настоящим вызовом. На трассе Елизавету ждали грязь, жара, броды и плохая разметка. Было на дистанции, конечно, очень тяжело, трудно, было очень жарко. Хоть и было много пунктов питания, но все равно не хватало. Эмоции прям зашкаливали через край. Атмосфера праздника была. Люди прям были дружелюбные, подбадривали на протяжении всей дистанции. Заправляться едой и водой спортсменке тоже надо было оперативно, чтобы успеть к финишу. Елизавета успешно справилась со всеми трудностями. И на международном забеге в Суздале, РЖД Голден Ринг Ультра Трейл, Елизавета заняла второе место в своей возрастной категории. Бегуне не хватило буквально 30 секунд, чтобы подняться на верхнюю ступень педистала. В абсолютном зачете среди женщин Елизавета прибежала шестая. Я пробежала за 3 часа 14 минут 52 секунды. Мне немного стало плохо на дистанции, пришлось пойти пешком. Но я надеюсь, что в следующем году я смогу улучшить свой результат. Восстановление проходило хорошо. Я сразу же приступила к тренировкам в легком темпе. Спустя две недели после трейла в Суздале Елизавета уже бежала полумарафон в Санкт-Петербурге, северная столица. Спортсменка выбрала для себя самый протяженный маршрут – более 20 километров, который проходил по центру города. В питерском забеге Елизавета Ляпина заняла 14 место среди женщин. Это хороший результат. Я смогла выбежать из полутора часов. Я пробежала за час 29 минут 21 секунду. Для меня это был очень хороший результат. Я очень довольна. Прибежала я в итоге 14-е, так как были очень сильные спортсмены. Осенью Елизавета примет участие в чемпионате и первенстве в Нижегородской области по лыжеролерам и кроссу, а также в спартакиаде среди вузов НИАУ-МИФИ. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.